Святаго Духа, Святаго Отца нашего Иоанна Златоустова, Слово к верующему Отцу. Продолжение. Что же скажут? Неужели живущему в городе имеющему дом и жену невозможно спастись? Конечно, ни один способ спасения, но их много и они разнообразны. Об этом, хотя неопределенно говорит и Христос возвещая, что в доме Отца моего обители много. Иоанна 14, 2. А с некоторой определенностью говорит Павел, когда пишет. Иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. 1 Коринфянам 15, 41. Смысл слов его такой. Одни будут сиять как Солнце, другие как Луна, а иные как звезды. И на этом различии он не остановился, но между самыми звездами показывает великую разность, такую, какой естественно быть при таком множестве их. Пути говорится в Писании, злопамятный. Звезда говорит, от звезды разнится в славе. Представь же, переходя от Великого Солнца до последней и всех звезд, сколько можно пройти степеней достоинства. Поэтому не странно ли, что ты, если ведешь сына в царский дворец, то и сам делаешь и терпишь все, и убеждаешь к тому же, чтобы сделать его близким к царю, и не обращаешь внимания решительно ни на что, ни на издержки, ни на опасность, ни на самую смерть. А когда предлагается нам подумать о воинстве небесном, то не скорбишься, если сын твой получит там последнее место и станет ниже всех. Впрочем, если угодно, посмотрим еще на то, возможно ли, вращающемуся в мире, получить и это место. Блаженный Павел изъяснил это, кратко сказав, что имеющие жен могут спастись не иначе, как только если они будут иметь их так, как не имеющие. 1 Коринфянам 7,29 И не станут злоупотреблять миром. 31 стих А мы, если хочешь, распространим речь об этом. Итак, можешь ли ты сказать, что сын твой или во время совещания с тобой услышал, или сам узнал когда-нибудь, что клянущийся хотя бы клялся не ложно, оскорбляет Бога? Так что злопамятному спастись невозможно. Пути, говорится в Писании злопамятных к смерти, в притче 12,28 Или что злоречивого Бог так посрамляет, что даже устраняет его от чтения Слова Божия. Так же, что гордого и дерзкого он низвергает с неба и предает геенскому огню. Или что взирающего на жену нецеломудренными очами наказывает, как действительного прелюбодея. А столь обыкновенно у всех греха осуждения ближних, навлекающего на нас тягчайшее наказание, убеждал ли ты когда-нибудь сына избегать этого греха, и читал ли ему Христовы заповеди об этом? Или и сам ты не знаешь, что есть такие заповеди? Как же сын будет в состоянии исполнять то заповеди, о чем не знает и сам Отец, который должен бы научить его? И, ой, если бы было только это зло, что вы не советуете детям ничего полезного, оно не было бы так велико. Но теперь вы увлекаете их еще к противному. В самом деле, когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговоре детьми не слышно ничего другого, кроме таких слов. Такой-то человек низкий и из низкого состояния, усовершившись красноречие, получил весьма высокую должность, приобрел большое богатство, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал для всех страшен и знаменит. Другой говорит, такой-то, изучив италийский язык, блистает при дворе и всем там распоряжается. Иной опять указывает на другого и все на прославившихся на земле. А о небесном никто ни разу не вспоминает. Если же иной попытается напомнить, то он прогоняется, как человек, который все расстраивает. Итак, вы, когда напеваете это детям с самого начала, учите их ни другому чему, как основанию всех пороков, вселяя в них две самые сильные страсти, то есть перестолюбие и еще большую порочную страсть суетное тщеславие. Каждый из них и порознь может не извратить все. А когда они обе вместе торнутся в нежную душу, юноши, то подобные соединившимся борным потоком, извращают все доброе и наносят столько терния, столько песку, столько ссоры, что делают душу бесплодную и не способную ни к чему доброму. Это могут засвидетельствовать нам изречения внешних писателей. Так из этих страстей одну не соединено с другой, но саму по себе один назвал верхом, а другую главой зол. Если же одно коростолюбие в отдельности есть верх и глава зол, то когда оно соединится с другим гораздо жесточайшим и сильнейшим, то есть безумным тщеславием, и вместе с ним торгаются души юноши, укорениться в ней и овладеют ею, то кто после в состоянии будет истребить эту болезнь, особенно когда и отцы и делают, и говорят все, чтобы не ослабить эти злые растения, но еще укрепить их? Как так неразумен, что не потеряет надежды на спасение воспитываемого таким образом сына? Желательно, чтобы душа, воспитанная в противоположном направлении, избегла порочности, Когда же наградуя за все считаются деньги, и для соревнования предлагаются люди порочные, тогда какая надежда на спасение? Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и завистливы, и склонны к ляту, и вироломны, и дерзкие, и злоречивые, и хищные, и бесстыдные, наглые, и неблагодарные, и исполнены всех зол. Достоверный свидетель этого, блаженный Павел, сказав, что серебролюбие есть корень всякого зла в жизни, 1 Тимофея 6.10, и прежде него тоже изъяснил Христос, возвещая, что порабощенный этой страстью не может служить Богу, Матфея 6.24. Итак, если юноша будет увлечен в это рабство с самого начала, то когда он будет в состоянии сделаться свободным, как может избавиться от потопления, если все толкают его, все погружают и усиленно подвергают необходимости потонуть? Если бы без всякого препятствия, если бы при помощи многих, подающих ему руку, он мог подняться, осмотреться и смыть себя пену порочности, Не было ли бы это вожделенно? Не надлежало ли бы хвалить его и тысячекратно украшать венцом? И тогда, если бы он, долговременно слушая божественные песнопения, был в состоянии изгнат из себя в торгшиеся недуги? Привычка сильна, способна одолевать и увлекать душу, особенно когда ей содействует удовольствие. А та добродетель, которой мы стремимся и стараемся достигнуть, требует от нас много трудов. Поэтому и Бог, когда надлежало потомкам евреев оставить старую привычку к злу, то есть египетскую, взяв их, а не их пустыню, и удалив от разратителей, сколько можно, далее исправлял души их пустыни, как бы в каком монастыре, употребляя все способы врачевания, и более тяжелые, и более приятные, и не отпуская совершенно ничего, что только могло послужить к их исцелению. Однако и при этом они не избегли порочности, но, получая ману, требовали луку и чесноку и всякой мерзости египетской. Такое злопривычка. Так иудеи, пользовавшиеся таким попечением Божиим, имевшие такого превосходного и доблестного вождя, вразумляемые страхами, угрозами, благодеяниями и наказаниями, и всяким образом, и видевшие столько чудес, не сделались лучшими. Как же думаешь, ты, сын твой в состоянии, будет избегнуть сетей дьявола, будучи молод, вращаясь среди Египта или лучше среди дьявольского воинства, не слыша ни от кого, ни одного полезного совета, и видя, что все, а больше всех родителей, воспитателей, ведут его к противному. Как? При помощи ли твоих увещаний? Ты внушаешь ему противные и непозволяемые вспомнить, или бы мудрее, даже во сне напротив, постоянно занимая его настоящую жизнью и относящимся к ней, и еще более содействуешь его потоплению. Или сам собою? Нет, юноша сам по себе недостаточно силен к подвигам добродетели. А если бы и произвел что-либо доблестное, то оно скоро, прежде нежели возрастет, заглохнет от наводнения слов твоих. Как тело не может прожить даже малое время, если питается нездоровую, но вредную пищу, так и душа, получая такие внушения, не может никогда помыслить о чем-либо доблестном и о великом. Но подвергаясь такому расстройству и расслаблению, постоянно объемлюсь порочностью, как бы какой заразую, она, наконец, неизбежно не извергнется в гиену, и там погибнет. Продолжение следует.